всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у меня начинается новый влог девчонки смотрите я среди какой красоты вчера софики был день рождения отмечали дома посоветовались мы решили чтобы родители мои пришли бабушки дедушки в ресторанах не затащишь поэтому в этом году решили дома отмечать там счет шарики станет соня заказывала камера немножко вот так 17 лет здесь написано все это я подвязала должен быть верху этот шарик и вот такой расцветочки она сама выбирала цвета поэтому так получилось девчонки на цветы обалденные я в этот раз самый попросил бы не дари нам розы уже мы устали от этих роз а он считает что сейчас я протру камеру мне кажется стало лучше а завтра считает что самые красивые цветы это розы и всегда нужно дарить только розы и вот 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 такой вот подарить букет для него это было как-то ну стыдно что ли девочки хотя эти букеты они такие не дешево нас вообще в листе мне кажется самые дорогие цены на цветы этот бизнес мне кажется очень очень ну такой знаете прибыльные потому что сравнивая в другие города сколько мы отдыхали где мы цветы ну покупала не ударил то есть элиста это какой-то обдираловка можно сказать вот такой букетик для софийки здесь действительно каких только разнообразие цветов и и самих цветов или цвета вот этого насыщенности я прям обалдею я вот давно хотела именно такие букетики это я так поняла львиный зев вот кустовые розы обычные розы орхидея так вот то что это нет нет как это не астра вот это вот на ромашку похоже не помню как называется у красиво скажите девчули вообще сочетание вчера фотографировались а это мне букетик здесь это гортензия что ли может я не то я говорю вот это на пиончик я так думаю вот эти по моему тоже пионы розы кустовые вот что это гвоздичка мой красивая какая гвоздичка и даже вчера девчонки не успела это все рассмотреть вообще за таких букетика мы фотографировались давайте переведу на себя камеру вот и я сейчас убрал утром а садика в школу побежала потому что они еще учатся в леднейке у них какие-то там уроки несколько и горка у нас кстати вчера же еще был последний учебный день у егора выпуск начальной школы мы я еще девчонка родительском комитете ну и там у праздник устраивали тоже шары привязывали к стульям детям ленты вот эти потом после праздников в отделе их они выпускали в общем все привозили шары привозила я сама на своей машине нам в три пакета упаковали это все дело в общем было вчера весело вчера со школы мы пришли 5 часов без ног и тут дальше начали колотиться готовить в общем я вчера девчонки вырубилась и сегодня на часов 9 только проснулись хорошо я на работу не хожу которая ну с таким режимом допустим с 8 до 5 вот утра встала спокойно никуда не спешите уроки не надо делать убралась полы помыла во всем доме посуду перемыла только не разложила шампанского у меня стоят эти бокалы потом вот эти вот под напитки вообще не идут как для коньяка я так поняла мы их для запивания детям для напитка в общем вот такая история везде более менее навела порядок и я хочу поехать в магазин знаете какое обувь где продают я достала свои прошлогодние идет но не так немножко уже потерлись но они мне нравятся по форме по форме они просто смотрятся из платья и с брючками для лета мне кажется вообще шикардосики вот я их купила но они уже такие немножко кожа на них постиралась и я вот думаю поехать купить себе какие-нибудь свежие я как так не заходила мы возьмем этой женщины который покупаем и в это время присматривала и в это время у нее была доставка на большие такие баулы переносит видимо что-то были еще какие-то поступления но это было дня два назад и я такая думаю не буду что-то брать приеду вчера день рождения было как естественно никогда а типа на следующий день свежу посмотрю может быть что-то еще интересно нет нравится летом же нога потеет оттекает а эти эти шлюпки ничем удобные не такие широкие время для моей ноги то есть я в любой момент могу их надеть и пойти спокойно нет такого что они там жевает нога текает передавливает вот в этом плане не мне очень понравились поэтому а когда я ходила магазин два дня назад у нее кроме такого цвета появились еще знаете тиффани не тиффани мятные такие светлые какой-то свет он такой я в общем думаю либо те купить и вот такой же цвет вот этот хорошо он подходит под все то есть любую одежду одеваешь его цвета и они вот эти бежевые они в тему это за курткой допустим что пришла а вот так что поеду посмотрю девчонки вечером у меня еще массаж сегодня хорошо на вечер записалась короче говоря вот в этой футболочке и одену куртку так именно дам чита очки еще протереть вот эти очки мне очень нравится красиво смотрится них удобно и ездить хорошо но единственное у них есть минус в том что они же без окантовки и снутри вот тут вот часто вот это все дело пачкается где нос там туда потерь и тогда уже до включения и и так заняла целых пять минут вашего времени здесь у меня уже по-флотски готовится макарошки фарш я уже поджарила бежит по моему егорка ко мне точно привет можно нет эти не надо я буду их убирать наверх да это который на день рождения были такие типа праздничных а вот где ты купила мавыки и покупали давно еще специально для каких-нибудь банкетов как твои дела на чё ты переливаешь и быть так пить хочешь мимо по усам текла в рот не попала вот и рад чему а чему-то рад ну ты сегодня чему рад грандиозного большого со вчерашнего дня каникулы конечно мама это знает чему она рада ладно пока варится давайте покажу вам спеш сегодня что купила эти шлепки все-таки приобрела стояла стояла смотрела девчонки на них включила тут так непонятно как это съемка значит в магазине nude кстати у них сейчас нет этой бирочки я купила две футболки девчонки у меня прям в этом году какая-то мания и цвет свой любимый взяла кстати вот такие вот наподобие и баса эти шлепки были про такой цвет и вам утром горелось даже не знаю как он называется в общем она футбол взяла пошире такие знаете чтобы не в обтяжечку они были а с брюками их одевать и они как свисали что ли а это эска это самый маленький размер но он как называется оверсайз наверное может вот так сделать да вот так давайте сделаем даже xs но сидит он отлично я вам по моему кадры на нас вставлю потому что я там что-то снимала а я знаете какого плана спереди она коротенькая сзади длиннее кстати не дешевая что мне до 200 она стоит 200 вот эта футболка даже фирма что я у них брала очень хорошие качественные футболки а давайте почитаем где это все дело производится мне самое интересное так рекомендации по уходу по гос то состав 95 хлопок 5 эластан вот так вот это скорее всего надо произведено в россии о твоя мода здорово и вторая футболочка тоже из той же серии по шире смысле которые такие они их квадратными называю то есть не приталена как-то квадратные не идут а здесь какой размер здесь просто сачка идет 1950 ночи скидку они мне там какую-то сделали на тоже 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 фирма смотрите девчонки у нас уже в россии научились как качественно и здорово делать мне нравится футболки вот такой вот я уже вам говорила до широкой внизу изгиба подгибом как он объяснить его и в общем эти статьи апельсинчики и очень хорошие качественные хлопочек у них вот у этих фирм здесь тоже здесь вот немножко видите как сделал как петельки вот в общем вот такие две футболочки у меня не знают что-то захотелось я когда шлепки купила так я думаю сейчас бы еще футболки какие-нибудь пошире по что у нас говорят что же скоро кстати жара начинается сразу 32 градуса ну в общем поэтому да что-нибудь такой по пошире сейчас я сфотографирую на заставку наверно не очень красиво ну ладно и значит продублировала тебе слепки они по-моему даже в том году продавались мне кажется почему-то мне кажется по той же цене очень взяла 3 900 фирмы не знаю чья знали китайская такая записка ночью она и женская импортная девочки понятно да все поэтому кто у нас все так можно писать ну вот они видите в новом виде они выглядят таким образом за лето они у меня стерлись сама кожа вот покрашена кожа стерлась не не здесь я где пятка вот с этой стороны и вот здесь где пальчики взяла такой же 38 размер очень удобно я вам уже объясняла почему они мне нравятся потому что на мою широкую ножку они прям хорошо садятся но я даже не проверял ау это я не знаю я пришла они уже есть я не это ли это полина принесла то либо в жизни они пустые они без ничего да я попробовали как мышечка как пышечки больше кушали вкусные вот и мне нравится то что они вроде бы как простенькие ну что там перекрещено но вот этот вот типа бант изгиб он очень классно смотрится мне кажется шикарно в том году поверил думал какие-то нас нас и квадратные какие-то это потом девчонки я летом их с ними они снимала не под все и под платье и под брючки ну в общем-то под сарафанчик под все в общем вот такие вот у меня были себе покупки миссию я выполнила девочки артист уже здесь уже здесь а шо мы пришли а шо мы хочешь а шо случилось не хороший ты такой бихар вас и конечно да ты у нас умничка дать и у нас самый лучший в мире человек у таки лапки ноготочки который не дает стричь кусается смотрите девочки огромные кусается мальчик у нас вот она вот она красавица у нас так что все девчули довольно счастлива и кстати что еще хотел дать макарон пойду посмотрю кстати еще по пути покажу вам пеной очиститель кондиционера достала я уже в зале почистила теперь мне нужно взять лестницу и добраться вон туда чтобы здесь почистить его поставила дубу самый придет у нас высокий может на стул и и туды так смотрим на макароны так мне кажется еще и покажу вам что я еще взяла вернее выписала и для чего сейчас я вам покажу так да вот она смотрите девчонки 240 рублей стоит стоит этот краситель для ткани написано универсальный я взяла розовый знаете для чего он рекомендован на килограмм сухой ткани когда у нас выключали недавно воду я вам рассказывала а потом ее резко дали вроде бы мы пропустили но это ржавчина ушла все чисто белая вода была в общем нам дали допустим утром а уже где-то к обеду я начала перестирывать это я сначала цветные постирала потом думаю закину белую сони наверху закидывала мне постельное белье она такой киевская белая белая с узорами на фону что такое ну что опять случилось и в общем выброс какой я потом начал у него параллельно убирать в ванной комнате была был открыт кран и ни с того ни сего как ржавая побежит прям девочки не чуть-чуть подкрашены а плевок какой-то ржавчины как будто он наверно где-то я так думаю в трубе где-то был этот наверно комочек а когда напор сильнее сильнее далее он держался держался а потом наверно я не знаю как но в общем прям плевок такой ржавчины кусок и вот также она проникла это ржавая вода прям 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 краснючая видимо машинку и получилось так что с одной стороны прям под одеяльник прямо такой оранжевый оранжевый как пятно не пятно везде белая вот я уже его потом и на 90 градусов девочки два раза и этот с белизной и сад бель что только не дело это оранжевый не уходит но все ходила ходила думал что делать новое постельное жалко потом думаю может быть его покрасить начала искать краску на велберсе нашла эту за 200 рублей но ее вроде хвалят будет эксперимент ну что она уже все равно под одеяльник такой знаете его него неприятно даже стелить все равно он уже испорчен и скажем прям и я соника лакую тебе цвет покрасить это был желудок все цвета были какие хотите и софийка ну да вот как у них нарисовано такие прям все цвета софийка говорит давай розовый и вот я взяла розовый значит он красит тоже я так поняла машинки вот сейчас я доделаю по-флотски и поднимусь наверх закину под одеяльник машинками стирку повешу сушу еще в доме потому что погода непонятная мне кажется все да все вот так что вот такие у нас дела прям события за событием не так я прям жалко было под идеальники простроилась очень сильно тем более такие непонятно закрылась не закрылась а у нас одеяло все такие два на два то есть они какие-то нестандартные вот так не пойдешь магазин не купишь сколько я не смотрела нет таких размеров либо 2 на 2 20 что-то метр восемьдесят на два ну в общем как то так и я с с тех пор вот все время приходилось мне покупать в океи постельные а когда она закрылась я думаю вот это да что мы теперь будем делать кроме одеяла менять в общем неизвестно что то как покрасим а там глядишь все говорили же что вроде они вернутся может быть в общем будем наблюдать сливаю это все и будем кормить и города и девчоночки что он у меня опять трагедия я тот раз рекламировала зефир который вам показывала разрекламировала и вот это до того чтобы весь купили поехала недавно позавчера где-то последнюю пачку эту она полу открытая там было забрала девочки нет зефира уже даже этого нет я не знаю что я буду делать дальше у меня трагедию это осталось пять штучек растягиваю их как могу и вообще девчонки занялась уже собой мало того что я хожу на антицеллюлитный массаж я еще по утрам занимаюсь оксисайзом называются дыхательные такие гимнастики которые с помощью кислорода мы значит сжигаем наши журы не нужны в организме девчонки прям взяла за себя еще бы перестать на ночь и есть да и чай пить есть так я особо не ем вот чай пить есть такое и вообще было бы прекрасно не так все здесь у нас стекло сейчас мы это все фаршик отправляем и идем красить пододеяльник